Единый реестр такси и другого нерегулярного транспорта запустят в Беларуси с 1 сентября. Сейчас идет подготовительный период, а потому представители транспортной инспекции во всех регионах проводят разъяснительную работу с перевозчиками. В реестр включат информацию обо всех перевозчиках и транспорте, в том числе автобусах, легковых авто, такси, также водителях, диспетчерах перевозок, нерегулярном сообщении и диспетчерах такси. Заниматься перевозками смогут только те, кто будет включен в реестр. Был ряд причин, которые вызвали необходимость создания нашего реестра. Первая причина, в наш взгляд, это то, что наши пассажиры, которые получали услугу, они не могли получить информацию о том, кто предоставляет эту услугу до конца. То есть был в том числе и ряд обращений от граждан, которые были недовольны предоставляемой услугой по вопросам безопасности. Где-то были дорожно-транспортные происшествия. Ну и в дальнейшем, когда эти пассажиры начинали защищать свои какие-то законные права, они сталкивались с тем, что не могли найти, кому предъявить какие-то свои требования. То есть перевозчика не могли найти. Не могли найти диспетчерскую службу. Либо диспетчерская служба была зарегистрирована за границей, где-нибудь, к примеру, в Нидерландах. И вы можете себе представить, как можно защищать свои права, когда субъект, у которого вы вправе что-то взыскать, находится за границей. Конечно, это вызывало определенные трудности. Ну и глава государства, конечно, своим указом отрегулировал эти вопросы. Указом предусматривается в том числе, что субъект хозяйства, который предоставляет диспетчерские услуги, он должен быть зарегистрирован на территории Республики Белару. Что, конечно же, позволит нашим пассажирам защищать свои права. У компании, осуществляющих нерегулярные перевозки пассажиров, будет три месяца для регистрации. В течение этого периода она будет бесплатной. Никакой финансовой нагрузки для субъектов хозяйствования это не повлечет. Еще одной нормой указа является то, что иностранные организации, выполняющие на территории Республики перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, должны создать здесь свои представительства. Чтобы было понимание у граждан Республики Беларусь, что же позволит им реестр, кроме того, что они смогут найти с легкостью того субъекта, который, скажем так, нарушил их права. Реестр будет предусматривать наличие информации о перевозчике, о диспетчере, о водителе, о транспортном средстве. Что это за информация? Это информация, которая касается безопасности. То есть, если транспортное средство должно быть с техосмотром, то, соответственно, необходимо будет, чтобы в этом реестре были сведения, что техосмотр с такой-то даты по такой транспортного средства. Если срок действия техосмотра истечет, то это транспортное средство в реестре нельзя будет сделать активным. То есть, реестр будет показывать, что его нельзя эксплуатировать. Аналогично водителям. Если у водителя нет водительского удостоверения, если у водителя, к примеру, нет соответствующего обучения, которое говорит о его уровне квалификации, то, соответственно, реестр тоже покажет всем участникам рынка, что этот водитель не соответствует требования законодательства. Это сможет увидеть пассажир, это сможет увидеть диспетчер, который передает заказы. И, соответственно, таким образом рынок станет более прозрачным и регулируемым. Вопросов у брестских перевозчиков было достаточно. Впрочем, лучше это сделать сейчас. Переходный период, конечно, не всем данное нововведение пришлось по вкусу, но закон есть закон, его надо исполнять. В первую очередь, конечно, перевозчикам интересуется, как выполнять новые какие-то требования в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, как правильно к этому подходить. Ну и мы, конечно же, делаем упор на том, чтобы был вот этот переходный период, чтобы он прошел наименее болезненно для субъектов хозяйствования, поскольку мы понимаем, что все в этом заинтересованы. Пассажиры, Министерство транспорта, транспортная инспекция, ну и сами, конечно же, наши субъекты хозяйственные. При этом хотелось бы обратить внимание, что указ президента 32, который уже принят, он предусматривает бесплатный переход, то есть с 1 сентября реестр у нас должен заработать, и перевозчики будут иметь возможность и диспетчерские службы до 1 ноября бесплатно включиться в реестр. Уже 1 ноября государственный реестр заработает в полном объеме.